Дорогие друзья, перед нами уникальный шаббат. Перед нами сегодня вечером чудо. Шаббат видение называется. Гаврил Левий Ицках из Бердичева. Каждому из нас в этот день показывает видение третьего храма. Точнее, душе. Кто-то может быть и увидит, когда он может слышать свою душу. Но в основном именно душа это увидит. Причем, перебросируя слова Талмуда, можно сказать, хотя мы не видим сами, души наши видят. Это видение, написано, вызывает в нас такой глубокий отклик, что даже если мы ясно не осознаем причину нашего внезапного воодушевления, оно есть внутри, это божественное. Надо ловить в этот день себя. Надо ловить хорошие какие-то свои порывы. Лови прекрасные порывы. Вот святой храм в Иерусалиме был местом раскрытия божественного присутствия в физическом мире. Поэтому мы тоскуем о храме, потому что ты пришел и видишь, вот Бог. Вот Бог, вы понимаете? Основной принцип нашей веры, это то, что вся земля наполнена его присутствием. И нет места, не наполненного им. Но присутствие и участие Бога в творении скрыто, всегда скрыто. Под разными масками, под природой, под всякими случайными обстоятельствами, еще чем-нибудь там, звездами. Святой храм был трещина в этой картине замазанного мира, когда Бог прятался за каким-то холстом. В храме было все. Храм излучал свет божественный в мир. Участие Бога в нашем мире было открыто. Люди стояли, вот я просто приведу пример, вот так, прямо друг к другу. Когда надо было опуститься, распостаться, у каждого хватало места. Все понимали, что здесь происходит столько чудес. Бог был виден. Дважды нам было даровано это место. Дважды. Один храм и второй храм. Место божественного пребывания Бога среди людей. Дважды люди оказались недостойными этого дара. И изгоняли божественное присутствие из нашей жизни. Вот вся история, которая была. Что произошло дальше? Бог построил третий храм. В отличие от двух предшествующих, которые построены человеческими руками, и поэтому могли быть запятнаны человеческими поступками, третий храм вечен, как и тот, кто его создал. Но Бог не вручил нам пока этот бесконечный подарок. Ограничиваясь чем? Она в более высоких реальностях, в небесных сферах. Но каждый год в этот шаббат, шаббат видения Всевышний, показывает нашей душе третий храм. И наши души видят видение того мира, где все пребывают в согласии с самим собой. Где все заполнены знанием Бога, ощущением Творца. Мир, в котором у каждого доброта и совершенство доведено до потенциала своего. Вот такой потрясающий шаббат. Вот эти вообще три недели между 17-м Томузо и 9-м Ам, которые называются Межтеснин, они как бы преобладают в сознании, что они сложные. Но в эту субботу прерывается все это сложности. И принято радоваться написано больше, чем в праздничные дни. И чтобы даже написано праздничное настроение, не омрачалось даже отголосками прежней печали. Тем более, что этот шаббат выпал на 9-е Ава. Это значит, что Бог в своей милосердии заменил нам день скорби на день радости. Суббота это отражение грядущего мира, в котором будут стерты следы всяких прошлых проблем. Поэтому в этот день вообще нет воспоминаний о плохом, о безгнании. В эту субботу мы не просто написано бежим от грусти. Мы умножаем свою радость. Вот это надо запомнить. Радоваться это вообще... Вот это шаббат это просто. Все грядущее возвращение нам нарисуют сегодня. Сегодня обладая тонкой душой, ты увидишь все сегодня. Эта суббота наиболее тесно связана со знанием написанным. Поэтому вот в этом видении мы видим, как засвет в конце тоннеля. То мы понимаем, что оказывается, да, вот он есть, и не все так плохо. Поэтому написано в Талмуде, что именно суббота вот эта межтеснин с особым вниманием следят за тем, чтобы не было даже намека на какие-то траурные ограничения. Надо следить, чтобы ничего не испортило настроение в этот день. Это очень важно. В этой субботы нет аспекта вот этого межтеснин, его нет. Природа этой субботы настолько возвышена, что позволяет справиться с любыми ограничениями мира. Написано, что эта суббота выше других всех суббот по природе своей. Надо радоваться в этот день особо. Мы не выбираем свою судьбу. Нашей власти только то, как реагировать на события, которые судьба ставит перед нами. И только одному Всевышнему известны цели. А наша реакция известна будет ему тоже. Один путник, Майса такая, видит, таскают люди камни. Подошел к одному, он очень уставший такой, черный. И что ты делаешь? Он таскаю камни и ушел. Подошел к второму. Ты что делаешь? Он говорит, я деньги зарабатываю. Он более веселый, но тоже уставший. Третий тянет камень, он говорит, что ты делаешь? Я строю храм. Веселый человек. Согласитесь, что таскает кирпичи жизни, которые Всевышний перед нами все равно ставит. Лучше сделать выбор в пользу строительства храма, чем всего остального. Брахава и Ацлаха потрясающей субботы, потрясающего настроения, потрясающего настроя. И выполнение главной заповеди этой субботы радоваться. Брахава и Ацлаха. Продолжение следует.